Доброе утро, главокажаемые президиумы, главокажаемые коллеги. Позвольте начать презентацию. Короткое сообщение на тему роль метформиновной дювантной гормонотерапии местного спрятанного рака молочной железы. И учитывая интерактивный характер мероприятия, позвольте озвучить вопрос. Назначаете ли вы в своей практике на дювантную гормонотерапию при лиминальных подтипах рака молочной железы, в основном у пожилых пациенток? Дорогование запущено, всё правильно? Тогда, пожалуйста, проголосуйте. Вы озвучите, пожалуйста, вопрос. Да, назначаю только ингибиториароматаза. Да, назначаю только антиэстрогены. Да, назначаю ингибиториароматаза или антиэстрогены. Нет, никогда не назначаю. Насколько на времени будет уделяться на голосование? А? Все проголосовали? Тогда, пожалуйста, покажите, пожалуйста, результат голосования. Спасибо большое. Что-то вам опять скажу. Говоря о метформине и о противопухолевых свойствах этого бигуанида, нельзя не отметить огромный вклад не онкологии, а именно Владимира Михайловича Дильмана и его лаборатории в изучении противопухолевых свойств бигуанидов. Эти исследования начались в стенах неонкологии ещё в 70-х годах XX века, и уже тогда было показано антиэстрогенные свойства бигуанидов, что они могут тормозить как спонтанный, так и химически индуцированный канцерогенез, в частности канцерогенез, ракомолочной железы у крыс. На сегодняшний день, спустя уже 40 с лишним лет, опубликовано очень весомое количество опубликаций, касаемых противопухолевого действия метформина. Какие же механизмы действия описаны в литературе? Это, в первую очередь, активация циклической аденозин-монофосфатозависимой протеинкиназы, ингибирование МТОР, центрального регулятора клеточного синтеза белка и снижение повышенного уровня глюкозы, что приводит к ослаблению всем известного эффекта Варбурга. Также было показано подавление активности ароматаза метформина. Одна из последних работ, выполненных в институте онкологии, на перевиваемой ХР2-положительной опухоли, также показала, что метформина способна потенцировать действия противопухолевого лечения. В данном случае это гормонотерапия. Торможение было статистически значимым. К сегодняшний момент опубликовано 7 ретроспективных анализов, в трёх из которых показано увеличение отдалённых результатов лечения рака молочной железы у тех пациенток, которые имели сахарный диабет в анамнезе и принимали по поводу у него метформин, общая выживаемость и безрецептивная выживаемость. Однако данные, учитывая ретроспективный характер исследований, уровень доказательности здесь слабый. К началу 2017 года на сайте Clinical Trial Law опубликовано 14 проспективных исследований, которые ведутся по настоящее время, основной идеей которых является добавление метформина к различным лекарственным режимам при раке молочной железы на разных стадиях. Два из которых проводятся в стенах Научных средств института онкологии. Цель одного из этих исследований – это проверка гипотезы о влиянии метформина на эффективность наодевантной гормонотерапии рака молочной железы. Задача – сравнение частоты объективных ответов на лечение, сравнение частоты полных патоморфологических ответов в группах и сравнение динамики снижения к 67 в группах. Дизайн исследования представлен на слайде. Сегодня я освещаю второй рукав исследования, куда планируется набрать 90 пациентов люминальным А и Б по типу меракомолочной железы, которые рандомизируются на три группы. Получают либо теремифен в тени 4 месяцев, либо теремифен вместе с мелатонином 3 мг на ночь, либо теремифен вместе с метформином 850 мг два раза в день. На сегодняшний день набрано еще не все пациенты. Если говорить о группах контроля – это теремифен и теремифен вместе с метформином, то на данный момент участвуют в исследовании 42 пациентки. Группа достаточно однородной по молекулярно-биологическим подтипам. Примежуточные результаты представлены здесь. Частота объективных ответов сравнима в группах, однако наблюдается статистически значное снижение индекса КИИ-67 на фоне лечения. В группе, где добавляется гормонотерапия – метформин. Также мы, конечно, используем анкетирование, анкеты РТС по качеству жизни. Каждая пациентка заполняет их на протяжении визитов к врачу во время неодевантного лечения. Таким образом, промежуточные результаты исследования добавления метформинок на неодевантной гормонотерапии теремифен не приводят к увеличению объективных ответов на лечение, однако способствует снижению индекса КИИ-67, основного критерия эффективности неодевантной гормонотерапии, а также не ухудшает качество жизни пациента. Вопрос номер два. Какова, на Ваш взгляд, оптимальная длительность на одевантной гормонотерапии при раке молочной железы? Два месяца, три месяца, четыре месяца или шесть месяцев? Голосуем, пожалуйста. Мы хорошо знаем, что для гормонотерапии максимальная продолжительность длительности неодевантной предоперационной терапии достигает, ну, наверное, не два месяца, а минимум как три месяца. Но вот насколько Вы, с Войей клинической практики, какова длительность применения неодевантной гормонотерапии? Мы хотели бы узнать Ваше мнение. Проголосовали? Проголосовали? Наше стулу за жесть. Я бы сама хотела бы прокомментировать, потому что если мы говорим о неодевантной гормонотерапии, то основная цель это, как правило, женщины пожилого возраста, и мы стремимся к тому, что прежде всего перевести опухоль из условнооперабельного в операбельное. Химиотерапия действует достаточно быстро, и мы можем увидеть эффект через два цикла. Для гормонотерапии минимальная длительность терапии составляет 3 месяца. По данным Сангалина, даже рекомендуется до 4-8 месяцев. Но в целом, чтобы определить ответ и оценить его по имеющимся доступным методам исследования, будь то ультразвуковое исследование, маммография, то это достаточно 3 месяцев, но такая оптимальная продолжительность составляет 6 месяцев. Для наших пациентов в клиническом исследовании, которое представил, это промежуточное исследование неодевантной гормонотерапии, в котором исследовался препарат антиэстроген метформифен. Мы потенциировали эффект с помощью препарата бегуанида, который используется в лечении сахарного диабета второго типа. И в данном, что мы получили? Мы получили значимое снижение маркера пролиферации КИ-67, который является также, как наряду с достижением полного патоморфологического ответа, суррогатным маркером достижения эффективности терапии. И то, что идет снижение КИ-67 по тем работам, которые представлены в настоящий момент, это свидетельствует о том, что в конечном итоге мы можем уже по этому маркеру судить об эффективности терапии. И все те пациенты, которые получали у нас неодевантную гормонотерапию, при достижении частичного регресса или же полного регресса, эти пациенты были прооперированы. И в материале, который мы получили, мы смогли оценить все характеристики опухоли, в том числе и снижение маркера КИ-67. Но еще раз хочу подчеркнуть, что для гормона позитивных опухолей мы очень редко видим достижение полного регресса, и мы не стремимся к этому. То есть, если для гормона позитивной опухоли эту пациентку прооперировали, и мы не видим полного ответа, это все более свидетельствует о том, что для гормона позитивных опухолей не является полный патоморфоз суррогатным маркером достижения эффекта. Мы ориентируемся именно на маркер пролиферации КИ-67. Михаил Анатольевич, вы хотите что-то еще добавить? Да. Спасибо большое. Аплодисменты. Продолжение следует...